Все за и против соберем вместе. Общественная палата Российской Федерации и коллеги из регионов на открытых площадках проводят обсуждение пенсионной реформы. Заинтересованные стороны, активисты, движения, фонды формулируют свои аргументы в поддержку или отвержение нашумевшего проекта. Во многих общественных палатах такие слушания закончились вердиктом «против». Пакеты предложений по итогам дискуссии аккумулирует Общественная палата России и на их основе 9 июля пройдут нулевые чтения пенсионного законопроекта. Муниципальный этап проекта «Что не так?» привел членов Общественной палаты Ленинской области в Мельникерский район. На встрече с коллегами-активистами и представителями местного самоуправления выясняли, все ли проблемные точки сегодня нашли свое решение. Мы ряд вопросов отбирали для гражданского послания в феврале текущего года. Они вошли в гражданское послание. Что такое гражданское послание? Это тот документ, который ежегодно готовят Общественные палаты для исполнения правительства. В этом году он выглядел так. Это вся Ульяновская область в разрезе каждого населенного пункта. Актуальными для Мельникерского района остаются вопросы газификации, ремонта автомобильных дорог, водоснабжения, капитального ремонта социальной сферы и экологии. Ульяновская область готовится к форуму «Неделя справедливости, согласия и созидания». Во всех городах и районах предпримут меры для предупреждения социальных конфликтов. Например, устроят единый день личного приема граждан. Когда с любой бедой, будь то перебой с лекарственным обеспечением и очередями больницы, грубое отношение в системе ЖКХ, социальной сфере или чиновничьей бюрократии, можно обратиться к членам Общественной палаты и Палаты справедливости, руководителям министерств, главам администрации муниципалитета. На дискуссионных площадках обсудят местные трудности ежедневного быта и перспективы развития гражданского общества. Цель – выработать меры для реального улучшения социально-экономической ситуации в Ульяновской области.